Подходя к двери ресторана Ошибка 3. Я пытаюсь войти в еще не открытую дверь, не позволяю ей открыться, занимая мало места, это возникает ощущение нехватки Так является ошибка работы доводчиком Вот я открыл дверь и пытаюсь ее за собой явно специально закрывать Не везде есть доводчики, но тем не менее, если вы явно служите двери, это тоже создает субординатное впечатление Является ошибкой то, что женщина блокирует дверь Я не могу ни дверь открыть, ни сдвинуть ее Подходя к двери ресторана, девушка делает следующие ошибки Она тянется издалека, дверь тяжелая, рывковые движения, нырковые движения, субординатные впечатления Выходя из ресторана, то же самое, в неоткрытую дверь с явным наклоном, с закрытыми шагами Собственно, вы видите впечатление, которое создается Какие ошибки вы можете сделать, когда вы снимаете сапоги и надеваете туфли? Первое. Ноги стоят достаточно широко, пятки в стороны, жесткие, тяжелые руки Наклон вперед явно в землю Впечатление вы видите сами То же самое происходит, когда вы надеваете сапоги Абсолютно нефертильный силуэт и жесткость при подаче Второй ошибкой является то, что вы тянетесь левой рукой направо, перекручивая свой корпус А достаете туфли из сумки, которая находится в воздухе Вообще, движение сверху в земле, безусловно, делает тяжелое впечатление Также можно еще и мешок положить в другую сторону, опять наклонившись Заходя в ресторан, важно понимать, что мебель в ресторане обычно нестандартная Если вы привыкли к одному положению дивана, то, скорее всего, здесь будет совершенно по-другому Какие ошибки мы делаем, заходя в ресторан? Первое. Наша голова уже целится к свободному месту притягиваясь Возникает ощущение того, что у меня чего-то не хватает Дефицитное состояние В этом же дефицитном состоянии я сажусь И также, делая ту же самую ошибку, наливая из себя, я встаю и начинаю выходить из узкого пространства Впечатление тяжелое Вторая ошибка. Воровать у себя шаги Вместо того, чтобы дойти комфортно и сесть, я начинаю торопиться, закрывая шаги Делая подкрадушки Собственно, вы видите, что происходит То же самое. Скорее, быстрее вырваться, наливание из себя, закрытые шаги Я весь скомканный, впечатление тяжелое Важно отметить, что если вы вошли в состояние закрытое, а внешние стороны нас закрывают То если вы сделали первый шаг закрытым, следующие два шага вы будете примерно в том же состоянии Выглядит это так Правильное решение. Начать быстро есть Я вонзаю голову в тарелку, режу, плечи напряжены, мне неудобно Я закидываю один кусок, напрягаясь, тянусь к еде, как будто голодный год И сразу же, жуя, начинаю держать второй и тоже тащу его в рот Возникает ощущение перегруженности и дефицитное состояние Ошибки работы с салфеткой Тянуться издалека Вести ее по неудобной для вас траектории Явно на нее смотреть Этого делать совершенно не нужно Второй ошибкой является создание усов из салфетки Посмотрите, цвет может быть и подходит Но вот сами силуэты, конечно же, нет Следующая ошибка Явное напряжение губ Это выглядит манерно Также является ошибкой быстрое промакивание Как будто вы устали и промакиваете пот Следующей ошибкой является то, что вы быстро вытираете половину рта Как будто вы пользуетесь рукавом Если вам подают вещи, можно сделать следующие ошибки Первое Заезжать в одежду по зеркалам Второе Напрягать руки и плечи Суетиться Подпрыгивать Подсаживаться И, собственно, накидывать на себя вот это все Перегруженности процесса Продолжение следует... Продолжение следует...